Этим летом шумерлинские гимназисты отправятся защищать честь республики на чемпионате воздушно-инженерной школы МГУ. Ребята разработали проект летательного аппарата и уже прошли отборочный тур. Чем им удалось завоевать внимание жюри в сюжете наших коллег из Шумерли. Обнаружить место лесного пожара и быстро передать информацию при помощи GPS. Такими характеристиками должен обладать этот квадрокоптер, верный помощник служб МЧС. Он запрограммирован на точную передачу координат и не требует больших материальных затрат. Когда он обнаружил его, мне приходит смс, потому что в данной точке он обнаружил именно температуру выше 500. Ну, предположим, что это пожар или какой-то костер. И мы уже можем сообщить пожарным кому-то, что было обнаружено какое-то сгорание. На разработку ушло несколько месяцев. И в феврале гимназисты успешно защитили свой проект на зимней юношеской космической школе МГУ. Ребята защитились хорошо. И на все вопросы строгой комиссии, которая состояла из компетентных преподавателей Московского государственного университета, на все вопросы они ответили замечательно. И у комиссии сложилось такое мнение, что наш коптер полетит летом на финальных стартах. И то, что мы справимся со всеми задачами, которые перед нами поставили в этом проекте. Юношеская космическая школа объединила 50 команд из регионов России и Белоруссии. Ребятам удалось побывать на лекциях и мастер-классах от ведущих ученых, поработать в современных лабораториях, посетить с экскурсией Центры развития технологий. Нас очень впечатлила поездка в ракеты космическую корпорацию «Энергия». Там мы увидели первые баллистические ракеты, которые были созданы в СССР. Мы увидели модель первого спутника, ракету, которая его запустила. Также мы увидели первые ракеты, которые запускали людей. Вдохновленная примерами из прошлого, команда «Твинта» вовсю готовится к финалу чемпионата. Он пройдет летом на учебном полигоне в Московской области. Продолжение следует... Продолжение следует...